Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, Дезертира. И как помните, я обещал вам прогуляться по офису. Надеюсь, вам это понравится. Ну, а не понравится, пропустите. Дело, как говорится, ваше. Ну что, пошли бегать по офису, изучать тайны Абстерга. Пока у нас есть такая возможность, лучше это сделать сразу. Хотя, я, честно говоря, не знаю, повлияет ли частота добычи данных на все это дело. Итак. Попробуем сумбурно решить пароль. Пока у меня это не получается. Готов. Доступ разрешен. Так все хорошо получилось. Что же мы получили? Ну, порадуйте нас. Так, сколько у вас предков, сколько их секретов надежно скрыто в ваших генах, и сколько их историй готовы поведать человечеству. Добро пожаловать в удивительный мир генетической памяти. Абстерга Интертеймент стоит на пороге новой захватывающей вселенной. Новой захватывающей вселенной за этим рубежом технологии и наукой имеет наш взгляд на прошлое и науку, и жизнь в будущем. В наступающем году мы откроем студию по всему... В наступающем году мы откроем студию по всему земному шару, и предназначение у них будет одно — собирать и хранить истории, которые скрывают ДНК. Круто, кстати. Мне нравятся такого типа а-ля комиксы. И нам нужна ваша помощь. Мы ищем отважных мужчин и женщин, которые готовы дать свой генетический материал нашим группам исторического исследования, чтобы открыть тайные истории. Донейттудэй. Абстерга Интертеймент, играйте с нами. Наша площадка прошлая. Ну да. Верится с трудом в Абстерги и их счастливый мир. Кстати, много фигурок, я заметил. Очень много. Здесь четыре компьютера. Нам их надо будет сломать. Все. Элементарно. Доступ опять к ядру разрешен. Все отлично. Наши сотрудники изучали жизнь Альтаира Ибн Лаахада, надеясь найти в нем образец для подражания, годный для использования в программах Абстерга. К сожалению, этот ассасин-ренегат нас разочаровал. Перед нами человек, отвергающий самые сакральные запреты своей культуры, с поистине мессианской дерзостью. Многие наши исследователи полагают, что взгляды его противника, известного под именем Аббас, были куда более ясными, чем взгляды Альтаира. Недавно я поставил задачу удвоить усилия по поиску родственников Аббаса, если таковые есть. Очевидно, что ошибки Альтаира стали основной причиной окончательного уничтожения его презренного ордена к середине XIII века. Итак, мы рекомендуем отказаться от него в пользу более приемлемой фигуры данной эпохи. В общем, смысл в том, что по факту нам типа объясняют, да, почему не было впоследствии Ассасина 2 как такового, как Альтаира, да, то есть, типа, объяснение. О, и все. Круто. Буквально в прихода опять достиг нужного эффекта. Но когда там читают, мне как-то легче. Мне нравится, когда там читают. Люблю аудиофайлы. Опять видим картину, и это Мадлен Делиль. Одна из наиболее недооцененных историками лидеров освободила сотни рабов и доставила их в убежище в тропическом раю, за постройкой которого она наблюдала лично. Ее карьера была оборвана на самом пике Велиной де Гран-Пре, сиротой, которой она заменила мать. Мадлен была магистром тамплиеров в южных колониях 1764 по 1777 год. Ну вот опять тамплиеры. Что у нас в последнем компьютере в этом офисе? Даже мне интересно. Надеюсь, что-то интересное. Надеюсь, что-то очень интересное. Оба-на. Здесь два прям. То есть, вот как бы на выбор, типа. Или можно сверху, можно снизу, типа. Ну да, наверное, так и есть. Объект 17, отсчет по фазе 1. Видео с камерой наблюдения, возможно, записанное эрудита или другой группой. Помечено Нью-Йорк, США 0109124202. Приложная расшифровка разговора была обозначена как похищение. Расшифровка данных уровень 3. Кто-нибудь может попросить чейза донести до своих людей, что надо бы в дальнейшем использовать более профессиональный язык. Зона покрытия сотовой вышки. Так, ну это понятно. Исходящий вызов. Вызывающий абонент скрыт. Помехи. Да, сэр. Пауза. Он у нас. Неразборчиво. Да, прямо сейчас запихиваем его в фургон. Цель будет доставлена в срок. Конец передачи. Видео с камерой наблюдения под игроком Бруклин, США. По заявлению человека, разместившего видео, агенты Абстерка схватили неизвестного белого мужчины. Жертву немногим больше 20 лет. Рост около 180, вес 80-90, килограмм местного значения неизвестно. Помечено Чемпино Италия, 1844. Автор публикации просто отметил, что этот ангар без опознавательных знаков, но затем заявил, что агенты Абстерка прибывают к пункту назначения самолета компании. После посадки поставлен в ангар, жертву опознана, это Десмонд Майлз. Не думаю, что информацию успел разойтись, и следы защищены, так что можно просто списать это на бред фанатика. Предварительный анализ. Слетая медицинская карта. Идет расследование психические болезни у объекта 17 не обнаружено. Полагаю, публика рада была это услышать. У пациента активных жалоб нет, острых болей нет, сердечных заболеваний в анамнезе нет. АД нормальная. С112 на 78 первичный анализ крови следов еще способных привести к неврологическому расстройству. Нет симптомов склонности к неврозам. Нет, в отличие от предыдущих объектов, пациент психологически стабилен. Допускается продолжать. Подпись RD, домин. Окей. Так, ну вот, как раз это все. Все отлично. Все очень отлично. Так, объявление. Пропал человек, друзья. Объекты 17 развесили такие по всему Нью-Йорку. Ну да, видели ли вы этого человека? Дезмонт Майлз, возраст 25 и так далее. Последний раз видели 1 сентября 2019 года. На вашингтур, сквер парк. В белой ветровке и темных джинсах. Если у вас есть, ну дальше там понятно. Окей. Здесь все. Возглавим из этого офиса. Переходим в следующий. У нас опять же куча почитай. Серия почитай. Так и надо их будет называть вообще. Вот. А вообще я сейчас ищу еще одну. Комнату. Я просто не помню, где она находится. Вот она. И здесь тоже уровень доступа 2. Пока мы можем сюда войти. Почему бы не войти? Заодно здесь есть таблички, которые развешаны. Оба-на. Серверная. А это тонкий намек, что будет за комнатой 3. Известно, что орудия дома, машины, орудия, дома, машины, столовые приборы, карандаши, столы, книги, стулья, домашние животные, лампочки, мобильные телефоны, сексуальные игрушки, курорты, диваны, шезлонги, бассейны и так далее. И тому подобное. косвенные побочные продукты наших генотипических проявлений. Известные так же, как расширенный фенотип. И потому мы покоряемся. Там, в каждом сообщении, они покоряются. Ну, окей. Давайте проверим вот этот компьютер. Он, наверное, главный компьютер. Я так понимаю. И да, он, главный компьютер. Или просто в этом офисе все такие компьютеры страшны. Ой. Так. Тут надо опять аккуратничать. Нет, прошел. Считайте с первого раза. Причем, я думаю, что дальше там будет еще усложняться. Там, например, будут какие-то точки закрыты. Так. Вот что это? Болотные огни. Аллея. Хм. То есть это, типа, где-то на карте, да? По моему мнению, следует уделить большое внимание Юго-Восточной Азии, в частности, Гималайям. Более глубокое изучение этого региона сильно продвинет наше исследование представителей первой цивилизации и два уловимых отпечатков, оставленных ими по всему миру. Одним из самых ярких примеров могут быть так называемые болотные огни на местности, на местном языке аллея. Эти огни, о которых часто сообщают рыбаки, появляются на болотах и обладают силой отлить жертву, сбить ее с пути и даже заставить утопиться. Хотя они также зарекомендовали себя как неплохие средства навигации, обычно их появление объясняют горение болотного газа, но не слишком ли это поверхностно. Нет ли свидетельств чего-либо подобного в генетической памяти. Призраки, газ или что-то еще в Гималайи говорят, что это души погибших рыбаков. А тут как раз вот часто сообщают рыбаки, да? Мы никогда не принимаем рыбаков всерьез, верно? Как часто мы находили важную информацию или даже сокровище благодаря простой рыбацкой деревушке? Теперь Бермудский треугольник, соответственно, да? Никакая другая область самого существования, которая традиционно отрицается официальными источниками, не привлекает такое внимание ученых. Да, Дьявольский треугольник. Его обвиняют в пропаже бесчисленных судов и морских, и воздушных с самого начала меры плавания. Чем только не объясняли техноядерные пристрастия региона. Техноядные, точнее. Магнитические притяжения затонувшие Атлантиды, НЛО и даже безымянные мистическими силами. Хотя эта область нам по-прежнему интересна, и мы твердо верим в превосходство науки над своими временами. Единственное, чего нам удалось пока достичь в своих исследованиях, пожертвовать таинственной ненасытной утробе два небольших вертолета. Корабль и несколько сотен тысяч долларов в виде научного оборудования. Пока, вероятно, будет безопаснее постигать загадку этого места с помощью исследований генетической памяти в анимусе. Ну да, оно как-то будет, наверное, все-таки в каком-то смысле действительно безопаснее издалека, скажем так. Чеченеца. Одна из популярнейших достопримечательностей современной Мексики. Была одним из крупнейших городов доколумбовой цивилизации. Архитектура Чеченеца представляет собой смешение стилей со всех концов империи. Известно также, что городу приложил руку представители первой цивилизации, сражався когда-то на передовой против восстания людей. В частности, разветвленная система пещер, туннелей и ловушек, расположенная под землей между храмом Кукулькана и священным Сенотом изобилует артефактами первой цивилизации. Идийские пророчества, их фрагменты и кольца были добыты в 18 веке во время скандальных раскопок под руководством Мадлен де Лиль. Эти многочисленные артефакты небольшие, но культурно значимые. В совокупности позволяют построить картину жизни на земле в месяц предшествующий извержению вулкана Тоба. Город сейчас находится под охраной государства, но мы уже почти достигли соглашения с мексиканским правительством. Остров Пасхи. Да, тоже довольно специфическое место. Кстати, видимо, тут показаны туннели, которые есть под этим островом. Остров Рапа Нуи или Великом Рапа, расположенным на юго-восточном конце полинезийского треугольника находятся 887 статуй Фигасия Муаи, созданных коренным населением. Подробно изучают этот остров, один из самых обособленных и забитаемых островов, территориально принадлежащий Чили и охраняющийся ЮНЕСКО, как всемирное наследие. В этом веке оказалось непросто. Сохранились некоторые документы XVII века, когда рапануйцы пострадали от болезней, занесенных европейскими моряками. Документы XIX века упоминают налеты работорговцев, голод, войны и вырубку леса. Несмотря на богатую и, пожалуй, трагичную историю, больше всего оберегают Муаи оберегаются оберегаются статуи. Достоверно известно, каким именно образом эти статуи, вырубленные из камня, потухшего вулкана, были перемещены, установлены. Это тайно волнует туристов, но если мы сможем получать разрешение, получить разрешение провести на острове частные раскопки, наибольшую пользу принесет исследование Петроглифов и систем пещер, созданных еще более ранней цивилизацией. Я надеюсь, все-таки последнее, это озеро Восток. Мы заключили со своими русскими партнерами соглашение, которое позволит нам начать исследование подледного озера, находящегося глубоко под станцией Восток, в недрах Восточно-Антарктической ледяного щита. Это место поэтично, но справедливо называют полюсом холода. Расстояние от этого пресного озера, расположенного примерно на 3,5 тысячи метров ниже уровня моря, до поверхности составляет 4 тысячи метров, то есть она на получается 500 тысяч метров под точнее, ну, на 500 метров под поверхностью. Прикольно. Окей, ладно, в 2012 году озеро был из озера был извещен ледяной керн, и вскоре мы начнем исследование, которое позволит получить поля климатические данные за последние 400 лет. Образцы, взятые из изолированных резервов, ископаемые воды, могут оказаться еще старше. Только время и наука покажут нам, какие чудеса или даже новое окно в жизнь первой цивилизации скрывают эти изумительные образцы. Отлично, мы наконец-то завершили. Ох. Так не говорите, что здесь такой же компьютер, как в прошлый раз, и мне придется взломать эту систему. Ну, понял. Палин. Палин. Оу, там еще эта фигня. черт. Так лохануц. Еще, кстати, я не могу какое-то время ее двигать после того, как она появляется в самом начале, я ее какое-то время еще двигать после этого не могу. Да что тебе. Эту штуку я реально не люблю уже. Не, я же догадываюсь, что кто-то может ее пройти там с первого раза, даже не моргнув ни разу. Ух ты, это что еще было? Черт, слишком поторопился. Вот эта игра точно может довести до ручки. Ау. Вот он иногда проходит быстро, иногда медленно. Из-за этого случаются некоторые казусы у меня. Черт. Черт. ну, я это сделал, ура, ура, ура. Фух. Так, вроде включилось. Не помню, когда последний раз писал что-то на телефон. Привет, папа. Ну вот, мы все тут в Нью-Йорке, в мотеле, ну, в Квинсе. На бульваре Астория, рядом с Нью-Йорк Мэтс. Ребекка покупает какие-то батарейки, а Шон у себя занят какими-то своими шоновыми делами. А ты как раз ушел за ужином. Я, ну, я вроде как должен готовиться влезть в офисы финансового квартала. Точно как тогда, когда ты меня гонял. Десять лет прошло, и ты объявляешься, и кажется, будто я не уходил. Все как всегда. Стычки, заговоры, паранойя. Только теперь я тебе верю. Ты прав во всем. Мне даже кажется, ты не знаешь и половины, не представляешь, что я видел, сколько узнал за эти недели. Немыслимо. Такое чувство, будто мне тысячи лет, или десять тысяч. Невозможно объяснить, но когда столько видишь глазами многих людей, становится грустно. Что все эти потрясающие умные люди борются с одним и тем же, и делают те же ошибки снова и снова. Потому что культура, знания, история, все это, оно не хранится в генах. Все дети на земле начинают с азов. Как жить, как... как выживать, как защищать правду. Но каждое поколение столько теряет при передаче и столько добавляет. Так жаль. Всему надо учиться снова и снова и снова. Пап, я встретил Клея. Клея Кочмарка. Ванимусе. В Абстерго он был известен как Объект 16. Мой предшественник. Он показал мне кое-что. Он передал это мне. Прямо перед тем, как умер. Ну, то есть его стерли. Все, что он узнал, все, что видел. Черт, как об этом сказать. Значит, ты его учил, когда я ушел. Он всерьез уважал тебя. И, посмотрев его глазами, я понимаю, почему. Я рад, что он был рядом, даже без меня. Но то, что он показал, невероятно. я не черт, секунда. Да, вот данные Дезмонда интересно вот такие слушать. В каком-то смысле мы узнаем через них его историю и того, что мы не могли слышать. Так, опять защита. черт. Пытаешься тут подстроиться. А, не, ну, это проще получилось. Может, конечно, просто потому, что повезло. Не знаю, оно получилось проще. Готовимся к тексту, не, фото пока. Пока просто фото. Фото глазами Дезмонда. Скорее, фото воспоминания. Такие. Да. Ну, собственно говоря, чтобы не забивать эту серию особо чем-то еще, я думаю, сделаю ее просто спокойно путешествую снова по Абстерго, да, то есть оставлю. Так, как я это только что видел. А, вот, надо еще посмотреть одну камеру, сломать их на всякий случай. 126 целевое число. Много, много, много. Что-то не в том. café, да, Ти, сломать их в кости. Хай, да, да, Ти, да, да, Хай, да. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В общем я думаю на этом ребята все Спасибо за просмотр С вами был как всегда я Дезертир Я надеюсь вам понравилось Всем удачи, пока-пока Пока!